Я поделюсь своим опытом. Я буду на этом презентации делиться опытом о человеческих коммуникациях, о особенностях английского языка и как английский язык способствует, в общем-то, развитию карьеры человека. Вот это направленность этой презентации. Спасибо, что вы участвуете. С удовольствием продолжайте оставаться с нами. Следующий Николай. Вам нужно с мьюта сняться. Красный микрофон, нажмите на него. Николай убежал. Ребят, кто похрабрее, давайте выходите на разговор. Хочу узнать, что вы ищете от презентации. Добрый вечер. Меня зовут Анна. Я преподаю в Харьковском университете радиоэлектроники для иностранцев, африканцев на английском языке. Вот, собственно говоря, прямой интерес узнать, на каком уровне требуется английский язык в IT-компаниях и, собственно, оценить свой уровень, скажем так. Ну, какие там, возможно, скиллы, какие-то моментики посмотреть, вот чем живет IT-сфера. Я преподаю в сфере экономики плюс математика. Анна, большое спасибо. Я думаю, что вы в теме. Тут будет, для вас будет интересная презентация. Окей, спасибо. Храбрый есть? Или начинать? Ну, хорошо. Давайте я начну. Можно следующий слайд, пожалуйста? Я попытаюсь рассказать на примере своем собственном, своих личных жизненных опытов. Я расскажу о себе, я расскажу о приобретении английского языка, как это ложилось в мою жизнь, как это ложилось в мою карьеру, о своем обучении и о том, чего я смог добиться. И какой овалью, какой бенефит коммуникации на самом деле сыграли в моей жизни. И когда я говорю о коммуникациях, это многое. Это не только слова. Это то, как эта информация преподносится. И это то, о чем будет эта презентация. Я спокойно отношусь к украинской культуре. И, кстати, интересная шутка. Это не шутка, это на самом деле правда. Вы знаете, чем украинцы... Давайте так. Постсоветское пространство отличается от Западной Европы и Азии в бизнес-коммуникациях. Вот захожу на Митинг, человек разговаривает без акцента, и я могу сказать, что он из постсоветского пространства. Идеи я понимаю, что много. Мы всегда прерываем. Мы всегда, когда идет беседа, митинг, я пытаюсь отлучать своих сотрудников от этого. Я сам отлучался от этого и расскажу историю об этом во время моей презентации. Но это наша культурная особенность. Мы прерываем. Это очень сильно раздражает часто западных партнеров. Но мы затронем это немножко дальше в презентации. Давайте на следующий слайд, пожалуйста. Вайзербренд. Вайзербренд, как организация, существует уже пять лет. Да, это слайды с прошлого года нужно было апдейтить. Четыре с половиной пять лет Вайзербренду. До этого у меня есть другая компания, тоже в Харькове, которая существует уже более десятка лет. В бизнесе я вообще уже тринадцать лет. Вайзербренд занимается аутстефингом, аутсорсингом, специализируемся в e-commerce, делаем digital marketing. И вы видите фотографию моих сотрудников, но нас гораздо больше. Кстати, Валя, которая присутствует здесь, она там и в центре стоит. Ладно, идем дальше. Следующий слайд. Моя история. Был рожден в Москве, вырос в Харькове. Я харьковчанин. Чувствую себя харьковчанином, бешено люблю этот город. Учился в первой школе, в те времена, когда первая школа что-то значила. Потом полтора года политехнического института и попадаю в Штаты в 93-м году. Уровень моего английского, наверное, был приинтермит на сегодняшнем языке. Попал я в ядваре 93-го в Нью-Йорк. В сентябре я должен был идти в калыч. Я попадаю в калыч, и теперь начинаются интересные вопросы о языке и преодолении его. Язык был чаллендж. Английский был тяжелым моментом. Только школа давала мне английский. Да, были репетиторы, но я по-английски не разговаривал на момент попадания в Соединенные Штаты, на момент попадания в среду. Я иду сдавать экзамены в Prince College, и я получаю 14-й персентайл по-английски и 96-й персентайл в математике. Что это обозначает? Порсентайлы, когда говорим о колледжах в американском реальном мире. 14-й персентайл обозначает, что хуже меня сдали этот экзамен только 14% студентов, которые сдавали этот же экзамен вместе со мной. То же самое в математике. Хуже меня в математике было 96% поступавших в том году в этот колледж. То есть я попадаю в колледж, я прохожу туда, но мой английский абсолютно ужасный для уровня колледжа. В реальности я чуть-чуть воспринимал английский на слух. Я читал со словарем, и вот с этими знаниями я захожу в колледж. Мне 19 лет, и я попадаю, я расскажу дальше, что я делал, как я учился. Можно следующий слайд. Для примера, в это же самое время попадает мой лучший друг Соколовский. Я рассказываю его историю. Для него английский... Мы учились с ним вместе, мы одноклассники, мы вместе выходили в политехнический институт. Уровень английского у нас был по бумажке одинаковый. Но для Соколовского это был третий язык. Он, будучи в Харькове, выучил иврит и свободно говорил на иврите. Он не боялся переступить тот порог, открыть рот и начать разговаривать. Английский у Соколовского в Америке пошел гораздо быстрее, потому что он не боялся. Моя первая рекомендация для вас. Ребят, не стесняйтесь, говорите. В прошлом году я с одним из своих девелоперов, который очень стеснялся, устроил ему кошмар. Я начал выбросать на разговоры с клиентом. Прошел год, он щебечет. Он говорит с ошибками, он говорит медленно, но он щебечет по уровню того, что он умел делать в прошлом году. Человек просто перешагнул через боязнь, открытие рта и попытке разговора. Поэтому моя к вам рекомендация, попадайте в среду, где вы сможете перешагнуть через себя и начать разговаривать. Третий язык всегда положительно на это будет сказываться, если есть третий язык. Поэтому я здесь привожу как пример историю Игоря Соколовского. Язык – это не только о запоминании слов. Вот я сейчас возвращаюсь к ситуации, которая у меня сложилась на первом курсе колледжа в Америке. Если можно, следующий слайд. Я умею читать. Мне 19 лет, я в колледже. Я взял предметы, я взял психологию. Почему я взял психологию? Ну, с ребятами, с русскими посидел в кафетерии, они мне сказали, Миша, бери психологию, легкий предмет, справишься. Да, ну, то есть, когда происходил выбор, чего учить. Я беру психологию, мне дают учебник вот такой вот ширины, где много надо читать. Я начинаю читать, проходит две недели, я понимаю, что я на третьей странице, а должен быть уже на 50-е. Потому что читал я, пользуясь техникой, которой меня учили в школе, потом в институте, да, встречаешь незнакомое слово, подчеркиваешь его, лезешь в словарик, записываешь его. Но когда тебе нужно пролопатить большой объем информации на иностранном языке, это просто не работает, скорость не работает вообще никак. Я для себя на второй неделе колледжа откладываю в сторону словарик и начинаю полагаться на чтение параграфами. Я читаю параграф с желанием понять смысл, что там. Если я понял параграф, я иду дальше. Если я не понимаю параграф, я начинаю разбивать его на предложение и идти к словам. Не концентрироваться на словах, это позволило мне ускориться очень сильно в моем продвижении английского языка. То есть, когда вы доходите до определенного уровня и до определенного словарного запаса в английском, толкните себя на то, чтобы не концентрироваться на каждом индивидуальном слове. Начинайте учить английский, как это учат дети. Когда ребенок получает объем информации и потом переваривает его, со временем и начинает понимать и воспринимать новые слова. Дети же ходят и учат язык в бестолковых словарей, которыми мы пользуемся в взрослом возрасте. Есть такие методологии сейчас изучения английского языка, которые используются. В мое время их еще не было, они не были проработаны, но я вот натолкнулся и на собственном опыте это прошло. Поэтому я рекомендую, когда вы доходите до уровня интермидия, пытайтесь отложить в сторону словарь и пытайтесь понимать тексты целиком и двигаться по ним. Двигаемся дальше. Да, кстати, верните на предыдущий слайд, пожалуйста. Психологию я сдал на оценку A. Я был очень горд этим, и я справился. Это был челлендж. Но язык – это дополнительный челлендж к любой задаче, которую вы делаете, если вы делаете это на западного клиента. Следующий слайд, пожалуйста. Я заканчиваю колледж. Я свободно говорю по-английски, как я думал на тот момент. Я работаю. Я работаю на Уолл-стрит компании JP Morgan Chase. Это крупнейший инвестмент бэнк. Я работаю IT-специалистом. Мне хватает абсолютно английского для разговора, для общения с людьми. И я иду в бизнес-школу. Для того, чтобы попасть в бизнес-школу, нужно пройти GMAT-экзамен. Это экзамен, который берется. Раньше он делался на бумажке, сейчас он делается на компьютере. Я сдаю экзамен, я получаю 97% in math, то есть опять то же самое. 97% в математике, 97% людей было хуже меня в математике. И 34% в английском. Это шок. Это шок для человека, который прошел английский, свободно говорить. Но моего английского недостаточно. Моего английского недостаточно, чтобы быть на уровне общения, который требует окружения, которое будет у меня в бизнес-школе. Этого недостаточно, чтобы попасть в школу первой десятки в Америке. А это было моей целью. Это трагедия, и ее надо решать. Это челлендж. Мои шаги по этому поводу следующие, и из этого я вывел следующие уроки. И можно в следующий слайд, пожалуйста. Прямои рекомендации вам по изучению дополнительного языка. Я ниже привожу 4 издания. New York Times, Wall Street Journal, Economist, Daily News. Каждая из этих изданий таргетирует, направляет свое издание на определенного потребителя. Этот потребитель отличается уровнем знания и образованности, которые эта потребительская группа имеет. Я пробовал играть игру в прошлый раз, ответов не получил. Но давайте попробуем. Кто-нибудь из присутствующих, какое из этих изданий самое сложное с точки зрения английского языка из написанных? Кто-то знает ответ на это? Наверное, Economist. Хорошая попытка. Следующая. Wall Street. Окей. Какие еще будут мнения? Может, Daily News. Все-таки там разноплановые, наверное, новости. Окей. Самое сложное издание это Wall Street. Вторым идет Economist. Потом New York Times. Потом Daily News. Получив такой плохой результат на английском на тесте, лучший совет, который я получил, который мне позволил попасть в бизнес-школу, это чтение экономистов. То есть для того, чтобы попасть в бизнес-школу, знание английского должно быть на уровне экономистов. Чтение журнала Economist, который выходит на недельном уровне, даст вам знание английского языка, которого будет достаточно, чтобы попасть в Ivy League бизнес-школу. Мне пришлось его читать 4 месяца подряд. Там подбираются выражения, фразеологизмы и словарный запас, который позволит вам попасть в учебные заведения. Зачем я вложил этот слайд? Опять же, я даю вам много своей личной истории для того, чтобы дать подоплеку тому месседжу, который я хочу донести. Люди, присутствующие на этом звонке, имеют разный уровень английского языка. Но для каждого из вас вы можете найти следующую ступеньку, следующий этап. Daily News это шикарное издание, но оно ширпотребное. Как вы сказали, она для широких масс. Так как издание для очень широких масс, оно должно быть понятно очень широким массам. То есть и слесарь, и программист, и юрист, которые подберут эту газету, ее прочитают, информацию до них дойдет одинаково. Поэтому Daily News из всех журналов самая простая. Из публикации имеется в виду. Моя рекомендация вам найдите сейчас, опять же, я динозавр, я поступал в бизнес-школу в 96-м году. Google тогда только в гараже начинался. Интернета не было, но сейчас имеете большую возможность выбора онлайн-публикаций, и там работает то же самое. То есть CNN одна тематика, Fox News другая тематика, Daily News третья тематика, New York One. Это все эдиторы этих публикаций, онлайн-публикаций, очень часто перепечатывают ту же самую информацию и пользуются тем же самым сленгом, тем же самым языком для того, чтобы издание читалось теми же людьми. То есть пользуйтесь онлайн-изданиями для того, чтобы читать. и это помогает. Вот моя рекомендация. Выберите тот уровень, на котором вы находитесь и пользуйтесь им для регулярного повышения знаний. Идем дальше. Вот, кстати, ответы на то, о чем мы говорили. Wall Street Journal Hardest, экономист. Второй New York Times, потом Daily Mix. Кстати, интересно с точки зрения IT-сферы и что Google на сегодня анализирует sophistication of the content. По-русски это насколько контент умный на той или иной странице. точнее даже заумный. Не просто умный, а заумный. Не могу подобрать правильного русского слова. Это Google может понимать насколько язык на той или иной страничке предназначен для профессоров или для студентов. Там даже есть фильтрики в Google, которые позволят вам выбрать уровень английского, с которым вы хотите работать. компьютерные системы Artificial Intelligence шагнуло уже так далеко, что они могут проанализировать и понять, кем текст был написан, какой уровень образования имеет человек и насколько хорошо он владеет тем или иным аспектом английского языка. Это просто, чтобы вы понимали. И на слух тоже это воспринимается как человек, проживший и в Украине, и в Америке. Когда кто-то с кем-то вы разговариваете, когда кто-то открывает рот, вы начинаете понимать уровень образования человека, с кем вы коммуницируете. то есть мы возвращаемся к моменту того, что через коммуникации проходит, вы даете гораздо больше информации, чем просто слова. Вы также доносите уровень вашей образованности, пользуясь теми или иными словами, которые вы используете. Для людей, которые пользуются английским как вторым языком, это всегда сложнее, потому что всегда есть шаг нового языка и донести свою образованность тяжелее. Почему? Потому что язык не родной и нужно через это переступить. Идем дальше. Мои рекомендации, ребят, читайте для дальнейшего улучшения своего языка. Следующий аспект коммуникаций, который важен, это культура. культура. Я затронул эту тему, когда я сказал, чем отличается постсоветское пространство. Это то, что мы всегда прерываем собеседника. Кстати, я удивлен. То ли потому, что я предупредил, меня еще никто не перебил. Но, наверное, поэтому. У кого-то есть какие-то вопросы на данный момент? Я сделаю паузу. окей. Спасибо, Андрюша. Чем отличается Болгария, болгарская культура от украинцев? Кто знает? нет? Окей. Меня на экране все видят, да? У болгаров вот это обозначает да, а вот это обозначает нет. У Индии есть такое движение. В те времена, когда я летал в Индию часто по работе, я приезжал домой, и у меня было такое движение какое-то странное головы, которое у меня получалось после того, как я побуду в Индии 2-3 недели. То есть это индийское да, оно что-то между нашим да и нет. Это вот движение головой. И когда ты побывал вот в этой среде, ты это перенимаешь, автоматически, просто потому, что ты общаешься с людьми, ты их видишь. Следующий момент об Индии, будучи в IT-сфере, вам 100% вы часто будете пересекаться с Индией. Индия является большим центром IT-разработок, используемой по всему миру. Вы наверняка будете пересекаться с программистами, с DevOps-ами из Индии. Мой опыт с Индией был следующий. Лет 15 назад я начал работать в новой для себя компании, и у меня в подчинении мне дали группу из 15 девелоперов в Индии. Я сидел в Нью-Йорке, мне дали эту группу, мне нужно было их менеджить, и у меня начался разрыв мозга. Разрыв мозга у меня заключался в следующем. Я провожу митинг с группой своих девелоперов, которые мои подчиненные, и отдаю им задание, то, что им нужно делать. Получаю полностью утвердительные ответы, что да, мы это сделаем, а результата я не вижу. Ну вот не делается и все, ну хоть ты убей. Да, да, все будет, а результата нет. Мне заняло месяца три, чтобы понять, и потом месяца в шесть, чтобы адаптироваться. Урок мною извлеченный из этого следующий. Индия 300 лет назад была под, точнее, нет, извините, Индия в течение 300 лет была колонией Британии. В Индии испокон веков глубокая кастовая система. Что значит кастовая система? Люди из низших каст не могут говорить с людьми из высоких каст, не могут жениться между кастами. Люди в верхних кастах завышены, да, то есть это граф и графиня по отношению ко всему остальному люду. И там очень это культура, да, то есть постсоветское пространство, революция, Советский Союз, все равны. У нас по-другому. У них это осталось, это культура. что до меня начинает доходить в то время, когда я разговариваю со своими девелоперами в Индии. они имеют кастовую систему, а белый человек находится над кастовой системой. То есть человек из Европы, человек из Америки находится поверх всей этой кастовой системы, и он где-то находится между Богом и всеми остальными гражданами Индии. Они просто не могут сказать слово нет тебе. То есть когда я говорю, ты для меня это сделаешь, единственный ответ, который имеется, это да. Он другого слова сказать тебе не может. Кстати, в моем сегодняшнем бизнесе это конкурентное преимущество по сравнению с Индией. У нас есть клиенты в Индии, точнее, клиенты в Америке, где есть девелопмент центр в Индии, да, украинскую компанию уважают и любят за то, что мы прямые, что мы прямо говорим. Дорогой клиент, ты не прав, мы вежливо это говорим. Анастасия, я вернусь к твоему вопросу. Это относится, ой, сбила ты меня, Анастасия, спасибо за вопрос, я вернусь к нему. Нас уважают украинских компаний за то, что мы прямо и честно доносим информацию по сравнению с индийскими аутсорстными организациями. В Индии начала появляться культура и эти люди очень быстро растут в организациях. То есть это индусы, которые поняли, что можно говорить с клиентом прямо, честно и напрямую, но их очень мало. То есть это люди, которые вырвались из культуры Индии и развиваются в корпоративном мире. Еще один интересный момент из моего опыта об Индии. Корпорации, которые пришли в Индии, пытаются разбить эту культуру. В офисе того же самого JP Morgan Chase, который находится в Мумбаи, огромнейшее помещение, огромнейшими буквами на всю стену написано следующее No is a perfectly good word. Да, то есть корпорации пытаются разбить эту культуру, но это тяжело, это очень тяжело. Анастасия, вы задали вопрос, касается ли это индусов, которые в Америке. Скорее не касаются. То есть те люди, по моему опыту, мы сейчас говорим о нации, о народе в целом, о культуре, естественно есть отщепенцы. скорее всего человек индусского происхождения, который попал в Соединенные Штаты, скорее всего он уже вырвался из этой Indian culture и он может коммуницировать по-другому. И скорее всего, но опять же может быть и не так. Но по моему опыту Indians, которые находятся в Соединенных Штатах, уже привыкли к американской культуре и прямому разговору. Ну и третий пункт, о котором я хотел еще раз сказать, это why Americans are so upset with Eastern Europeans. Я уже сказал, это о ситуации с прерываниями во время митинга. У меня была эта проблема. Моему боссу на то время заняло 9 месяцев ожесточенной борьбы со мной. мы всегда хотим ускорить процесс коммуникации. Я себе говорю, да, то есть я всегда хочу ускорить процесс коммуникации. Мне что-то начинают говорить, я в голове уже начинаю понимать, думать, что я понимаю, о чем мне хотят сказать. я начинаю прерывать человека, начинать давать ему ответ. Это не только я, это часть нашей украинской культуры. Нам кажется, что мы знаем, что человек хочет нам спросить, и мы хотим его угодить, дать ему быстрый ответ. но меня это на сегодняшний день уже начинает раздражать. Даже в моей собственной компании, когда меня так прерывают. И я начинаю отключать своих сотрудников это дело. И те, которые здесь на звонке, не дадут мне соврать, что это очень неприятно, когда идет митинг, когда все делятся своими мнениями, и кто-то считает, что он умнее, и уже начинает давать ответ на еще не полностью заданные вопросы. А еще больше это раздражает в тот момент, когда человек прерывающий неправильно понял, о чем должна идти речь. И это очень сильно раздражает. Поэтому моя рекомендация к вам, к коммуникациям, это касается не только английского, это касается и русского тоже. дайте человеку задать вопрос правильно. Вчера смотрел что, где, когда, кстати, и если что, где, когда ответ дается правильный, но не на тот вопрос, за это снимаются очки. Поэтому думайте об этом, да, то есть если вы прервали кого-то, лучше этого не делать. дальше. Следующий момент. Вопросы. Наша культура, когда идет разговор, когда идет коммуникация между людьми, есть говорящий человек и есть человек слушающий. Очень часто информация от говорящего не полностью передается слушающим. Мы все имеем какие-то background, какое-то образование. Мы все разные. Информация, которую мы хотели донести до слушателя, может отличаться от того, что человек понял или услышал, базируясь на background для лисенера. Never assume. Вы знаете, что такое assume в английском языке. Для тех, кто знает английский, never assume because you're making an S out of you and me. Для тех, кто понял, да, правильно, это слово предполагать, но есть как разобрать это слово по-другому. Never assume don't make an S out of you and me. Задавайте вопросы. Когда вы коммуницируете, передаете, вернусь к пункту 2, к Индии. Как я решил вопрос с Индией, с тем, что культура людей не позволяла мне получить правильную информацию от них, потому что они всегда говорили да. очень глубокими вопросами и очень открытыми вопросами. Никогда не задавайте вопрос. Есть вопросы открытые, есть вопросы закрытые. Закрытый вопрос это тот вопрос, который подразумевает ответ да или нет. А открытый вопрос это тот вопрос, на который человек должен дать развернутый ответ. Борьба с индийской культурой, которую мне пришлось преодолеть, это работать только с открытыми вопросами. То есть смог ли бы ты для меня написать вот этот кусок кода? Я всегда получу ответ да, поэтому нет смысла задавать этот вопрос. Вопрос нужно задавать следующим образом. Если мне нужно, чтобы ты для меня написал такой кусок кода, как бы ты его написал? И начинаешь слушать. Да, коммуникация удлиняется, усложняется, но тем не менее ты получаешь более правильные ответы на базе того, что тебе говорят. Давайте я сделаю небольшую паузу, я посмотрю на комментарии, которые есть. Так, индусы в США ответил. Окей, все, больше вопросов не было. Следующий слайд, слайд, мисс. Следующий момент, который я хотел бы затронуть, это email коммуникации. Сейчас мы разговариваем, я говорил о языке, о своем опыте, но надо также хорошо думать о методах коммуникации. Сейчас существует много разных методов коммуникации. Мир продвинулся очень сильно, очень далеко, у нас разные возрастные группы, есть поколение Y, поколение X, поколение Z и так далее. Мы уже буквы все закончили, что будет дальше никто не знает. но разные методы коммуникации подразумевают разные вещи для разных людей. Я сделал очень интересный шаг в прошлом году. Я пошел и собрал, я попросил Лену, которая присутствует здесь на звонке. Мой запрос был следующим образом. Я попросил Лену собрать мне имена, фамилии родителей моих сотрудников. Лена принесла мне эту информацию. Я сел, я от руки написал спасибо письма родителям своих сотрудников. Спасибо за то, что их сын или их дочь работает в моей компании и тот бенефит, который тот или иной сотрудник принес мне как начальник. это был взрывной процесс, который очень положительно сказался на ретеншн, на том, что сотрудники остались работать в компании и продолжают работать и счастливы и довольны. я воспользовался методом коммуникации от руки написать письма людям. Это произошло в прошлом году. Это новость, это что-то новое, но, ребята, 20 лет назад все писали письма от руки, имейла еще не было. Но это взрывной момент, это метод коммуникации, который донес сообщение гораздо лучше. Я мог бы, конечно, всем разослать имейл, сказать спасибо, но эффекта бы такого не было. Метод коммуникации имеет бешеное значение. Мы в нашей компании, можно кликнуть на этот линк и открыть его? Откроется? Нет, не дадим доступ. Ладно, тогда давай я расскажу просто об этом. Вернись на слайд, пожалуйста. мы сможем поделиться после митинга имейл-гайдом. Что важно? Когда вы пишете имейл, в идеале вы должны понимать и представлять, кто будет получателем этого письма. Да, имейл это быстрый метод коммуникации. Но вы добьетесь гораздо большего, когда вы будете думать о получателе этого письма. есть базовые вещи, которые есть вот email гайд у нас. Ну, например, никогда не пишите письмо, не сказав, кому оно адресовано. то есть когда я пишу письмо внутри компании, я ставлю несколько людей на получателе письма, я всегда адресую это письмо, пытаюсь адресовать это письмо, учитывая имена людей, которыми я пишу. Особенно, если там должны, существуют какие-то конкретные action items, когда люди чего-то должны сделать. Дальше. Вы никогда не знаете, какое настроение у получателя письма в данный момент. Перед отправкой письма всегда проверьте, какое настроение у вас. Я не шучу. Я бываю зол по той или иной причине, напишу рабочие письма, и эта злость может передаться в письме. Я работаю с клиентами, я не могу позволить себе быть злым перед клиентом. Всегда задумывайтесь о методе коммуникации, который вы используете. Очень часто бывает люди воспринимаются неправильно по тем же вайберам, ватсапам, тем сообщениям, как они пишут. Когда эти сообщения вырваны из контекста, настроение меняется от прочитанного. Поэтому будьте аккуратны на эту тему, когда вы коммуницируете, как вы коммуницируете, чтобы месседж не менялся в зависимости от настроения вас или получателя этого сообщения. Вот мои рекомендации. Email гайдом мы поделимся после как дополнительную информацию вам вышли. Следующий слайд. Все. Ну, в общем-то, это то, о чем я хотел поделиться с вами. Меня радует, что количество присутствующих не сильно уменьшилось, то есть люди не сильно отваливались. Я готов к вашим вопросам, ребята. если хотите задавать вопрос, вам нужно сняться с клубки mute, потому что вас может быть не слышно. вопросов нет? Так, кто-то написал в комментарии. Нет. У меня чисто плак для тех, скажем так, в тему, особенно тех, кто любят кодерство и так далее и тому подобное. Классный ресурс для меня оказался на FreeCode. Там все и статьи, и видео, и все на английском и такими акцентами. Валь, тебя было плохо слышно. Алло, Алло? 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 Кто-то еще вопросы имеет, ребятки? Какие акценты есть в американском? Не понял вопроса. Объясни. Диалекты ты имеешь в виду? Ой, слушайте, ну, тяжело так говорить, да. Я не знаю, вот я когда сейчас говорю на русском, да, слышен ли у меня акцент? Когда-то мне говорили, что у меня акцент одесский, да, хотя я всегда был харьковчанином, я всегда жил в Харькове. Некоторые не слышат у меня акцента. В Москве есть определенный говор, в Питере есть определенный говор, в Харьков 100% отличается, у нас есть свои словечки, у нас есть буква «г» и так далее. В Америке, да, я проблем с диалектами не испытываю. Калифорния говорит очень похоже на восточное побережье, то есть западное и восточное побережье говорят очень похоже. То есть Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Техас тоже говорит очень на... Техас, ну нет такого понятия техасский. Есть южный, да, Southern Accent, там, где люди глотарят окончание слов. Ну для меня это, я просто его слышу и проблем с этим не вижу. Даже Бруклин, часть Нью-Йорка, говорит немножко по-другому, чем Манхэттен. Но проблем, это не является проблемой. Это не является проблемой. Язык как язык такой же, говор другой. Выговор и произношение. Но проблемой не является. Сложнее филиппинский, английский, чем техасский или южный английский. Это мой ответ. Проблема решается только разговорами и постоянными беседами. Сленги, ну да, то же самое, да, то есть сленг это просто вариация языка в том или том. И на ином уровне тот же самый британский английский, да, отличается от американского английского. Это просто понимание и знание этих слов дополнительных, которые надо знать. Ну, как, например, Тремпель знают только в Харькове, да, и ампулка, что-то значит только для Харькова. Весь остальной русскоязычный мир об этом мало что знает. Следующий вопрос. Почему США? Не понял вопроса. Максимилиан, объясни вопрос. Да, здравствуйте. Смотрите, вы рассказывали, что вы уехали в США еще в детстве, да, если я не ошибаюсь? Ну, не было 18 лет, когда я. Да, в колледж поступали. А почему именно США? Ни Германия, ни Франция, ни Италия. Вот именно США. У меня, да, я услышал... Так сложилась судьба, скажем так. У меня был выбор уехать в Израиль, в Германию или в США. Мой брат был в США, поэтому я поехал в Штаты. Это был больше вопрос побега из Советского Союза. Да, то есть вопрос не стоял куда бежать, вопрос стоял бежать. Спасибо. Ну, я доволен своим пребыванием в Соединенных Штатах. Какие еще вопросы? Спасибо. Что вы думаете про BBC Learning English, как ресурс для выучения мовы? Не могу прокомментировать. Подожди, ты имеешь в виду новостной сайт BBC? Потому что я не знаю... Да, я думаю, что так оно и есть. BBC шикарный... Шикарный ресурс для изучения английского. Но BBC – это британская, это British Broadcasting Company. Английский, который будет там, это британский английский, но двумя руками за, то есть хуже американскому английскому не станет. Да, то есть это просто поднимает общий английский. Высокой BBC – это, да, положительный ресурс. А, у них есть даже специальная служба. Извините, не знал. Если это так, то да. То есть я имел в виду, что просто читать новости на BBC. А если есть у них специальная служба, которая дает адаптированные английские для разных уровней, то классно, спасибо, да, шикарный ресурс, я думаю. Главное, читайте на уровень выше вашего, да, для того, чтобы вы хотите в каждой статье найти что-то новое, что-то уникальное для себя, для повышения вашего уровня английского. Ой, да, я же забыл еще важный момент. Пока вы думаете над вашими вопросами, зачем мне нужно вообще проводить вот эти вот презентации, да, и чего я согласился это делать? Ребят, Украина бешено талантлива. Я хочу работать в Украине. Я хочу поднимать общий уровень занятости. людей в Украине. Я хочу, чтобы Украина процветала. В Украине очень много талантливых людей. Единственная проблема, с которой я сталкиваюсь на регулярном основе, это знание английского языка. Английский язык, это язык международных коммуникаций, это бизнес-язык, и он таким останется. Вы можете быть очень умными по математике, по физике, вы можете быть лучшими программистами, но если вы не можете донести эту простую истину, что вы лучший для бизнес-партнеров, который сидит напротив вас, вы не сможете быть лучшими. Поэтому я вот и участвую в такого рода презентациях. Я хочу поднять ваш интерес к языку, к изучению английского для продвижения. Для продвижения вас лично и Украины в целом. Какие еще есть вопросы? Ребята, если смелых вопросов... То есть люди не разбираются, люди остаются, все сидят, ждут, но вопросов нет. Если вопросов не будет, будем закрываться. Подскажите, пожалуйста, как найти собеседника для практики. Классно. Возможно... А, о-о-о, вот, это я не проскроил просто. Собеседник для практики. Есть бар в Харькове, где говорят только по-английски. Пойдите туда, выпейте рюмку чая. Существует... Вот, скулпан. Да, Валентина, спасибо. Искать собеседника... Ну, сами ищите. Ну, я думаю, что, может быть, здесь кто-то вам скажет, что готовы с вами собеседовать. Так, как реагируют американцы, когда слышат плохое знание английского от человека или же неамериканский акцент? Он стоит более расположенный к разговору или наоборот? Классный вопрос, Андрей. По-разному. Есть... Большинство людей очень положительно относятся к акценту. Живя в Нью-Йорке, тут просто... Тут такая каша, что есть любые все акценты. Тут есть китайский английский, тут есть индусский английский, филиппинский английский. То есть не знаешь, на кого наткнешься. Американцы в последнее время очень сильно начали раздражать филиппинский и индусский английский на телефонных звонках, потому что большое количество кастомер-сервисов уехало в Филиппину и Индию. Но это связано с тем, что американцы в общем своем количестве считают, наверное, что в кастомер-сервисе работают те самые умные люди в Филиппинах и Индию. Это очень плохое обобщение, очень неправильное. Но слышно в последнее время, что человек попадает на англоязычного человека с филиппинским или индийским акцентом и моментально идет просьба, так, переведите меня на Америку, я хочу поговорить с кем-то из Америки. Такое бывает. Но мои девелоперы, которые работают со мной, работают с американскими клиентами, абсолютно нормально, абсолютно нормально к этому относятся. Есть британцы, есть американцы, есть клиенты у меня из Южной Африки, из ЮАР. Нормально. То есть нет проблем с акцентом. Так. Посткроссинг, такой же метод в ивчане, английское, протеер-изык, на розбрат и почерк. Незнаком с посткроссинг. Что такое посткроссинг, не знаю. С чего начать изучение языка? Времена не знаю, есть только небольшой запас слов. Good day. Шикарно. Возьми, я не знаю, если они сейчас существуют еще. Учебник английского за четвертый класс, за пятый класс, за шестой класс, за седьмой класс. В мое время, да, 40 лет назад были, в конце каждого учебника по английскому были простые статьи. Что-то типа сказок. Это даже были не статьи, это было... Читай. Good day. Ответ на твой вопрос. Ты можешь не знать, по течение времен ты можешь не знать, как всем этим пользоваться. В разговоре. Начинай читать. Через чтение ты поймешь обороты языка, словосочетание. И начнешь учить язык, как ребенок. Ребенок же времен тоже не знает. Он просто воспринимает информацию. Кстати, очень неплохая рекомендация. Большинство людей молодые. Очень хорошо для молодых работает изучение языка. Если есть у кого-то доступ к PlayStation или Xbox, очень много есть групповых игр онлайн, где люди, там, стрелялки какие-то, бегают, стреляются на машинках, гоняются. И там же можно найти, на самом деле, спикеров, с которыми работают. Это тоже вариант, где найти людей, с которыми общаться. Если вы увлекаетесь видеоиграми, это может быть вариантом. Я слышал очень положительные отзывы от людей, которые учились английскому в Харькове. Вот так. Среди молодых. Если нужен собеседник, то можете мне звонить, писать. Вот, Василий подключился. Какие еще есть вопросы? Спасибо. Ну, Василий поддерживает через игры. Ребята, тогда, наверное, будем заканчивать, раз смелых больше нет. Давай, дадим 30 секунд и будем закругляться. Каким способом, по Вашему совету, лучше поддерживать уровень и развивать его? Через какие программы или через какие, может быть, фильмы? Если, например, учил язык, но в силу определенных событий не занимался, не развивал и начинаю забывать деградировать. Артур, спасибо. Чтение, общение, спикинг-клабы. В молодости была шутка, ну, она очень правдивая. Заведи себе англоязычную любовницу. Да, выучишь английский очень быстро. Ну, только через труд, через то, что смотреть фильмы, быть погруженным в среду, онлайн-игры, чтение. Делать все для того, чтобы попадать в среду общения. Понял, спасибо. А про любовницу я подумаю, хорошая идея. Удачи. А, мы же толерантные, но я добавлять ничего не буду. Еще какие вопросы? Может быть, есть какие-то рекомендации в контексте тестирования ПО? Нет, нету. Школы английского, они же бесплатно, многие школы проводят тестирование. В Хайкере куча школ английского. Каждая из этих школ будет счастлива оттестировать вас. Кстати, это тоже может быть вариантом, я не знаю, кто меня убьет после этих рекомендаций, да. Но в Хайкере, наверное, там 30-50 школ английского. И они все проводят бесплатное тестирование для того, чтобы заманить вас на курсы. Ну, я вам скажу так, если вы два раза в неделю начнете ходить по разным школам и проводите себе тестирование, вы тоже английский подымите. Потому что это будет общение. Так, всем спасибо, что пришли, ребятки. Спасибо за благодарность и всегда рад встречам такого уровня. Если вопросов больше нет, буду сбегать. Да, я думаю, что вопросы закончились, ребят. Спасибо вам огромное, Михаил, за сегодняшний вечер, за чудную лекцию. Вот. Очень вам благодарна, спасибо еще раз. Ребят, вам тоже огромное спасибо. Мы пришли к финалу OpenIT. Я вас поздравляю. Вы все огромные молодчины. Вот. Надеюсь, у вас остались только приятные воспоминания о сегодняшнем МИТе. Всем спасибо, ребят. До свидания. Всем спасибо. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok